Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александр Костенюк. Продолжаем говорить о функционале сайта chess.com и о двух важных настройках, которые помогут сэкономить вам время. А именно о так называемых примувах и о превращении, автоматическом превращении пешки в ферзя. Заходим в виртуальный игровой зал на сайте chess.com. Для этого наводим мышку на панель управления, играть очные шахматы. Мы видим доску и здесь, чтобы настроить эти примувы и автоматическое превращение пешки в ферзя, выбираем настройки, которые находятся в верхнем правом углу над клеткой H8. Здесь есть три кнопочки, перевернуть доску, режим сосредоточения, о котором тоже поговорим как-нибудь и так называемые настройки. Итак, нажали настройки. Высветилась табличка, где много есть интересного и разного. Но сегодня говорим о двух важных настройках, которые можно найти вот здесь вот во вкладке играть. Нажимаем вкладку играть и вы видите, что у меня уже включены две зеленые кнопки на первых двух строчках. Допустим, они у меня были выключены бы. Включить предварительный ход – это тот самый так называемый примув. То есть, когда вы делаете ход еще до хода соперника, как бы предугадывая действия соперника, на этот примув вы тратите только 0,6 секунды, в то время как на обычный ход вам требуется около секунды. Для того, чтобы включить эту функцию, для того, чтобы иметь возможность делать примувы, хотя не рекомендую ими слишком увлекаться, нажимаем кнопочку, переводим ее в зеленый режим. И вторая функция, опять же, которая поможет сэкономить вам время на падающем флажке – это функция всегда превращать пешку в ферзя. Что это значит? Если у нас будет включена, опять же, кнопочка, переведена она в зеленый режим, это значит, что ваша пешка, которая доходит до последней горизонтали, восьмой или первой, будет автоматически превращена в ферзя. Вам не будет даваться какой-либо выбор. Чаще всего в шахматных партиях мы превращаем пешку именно в ферзя. Если вдруг у вас эта функция включена, и, как правило, вы будете ею пользоваться, пешка будет автоматически превращаться в ферзя, так называемый примув, экономить время вы будете, но если вдруг вам потребуется превратить пешку в коня, тогда не обязательно вновь заходить в настройки, искать эту кнопочку, нажимать, сохранять. Нет, вы просто можете нажать кнопку Alt, удерживать ее перед тем, как превратить пешку в ферзя, и тогда вам предоставится выбор, в кого же превратить пешку, в какую фигуру – ферзя, ладью, слона или коня. Вот и все, в принципе, о этих двух важных настройках, которые при игре с укороченным контролем, при игре по минуте, всегда включены у ведущих игроков сайта chess.com и у сильных агросмейстеров, потому что позволяют экономить время и выигрывать партии. На этом я заканчиваю это видео, надеюсь, что оно было полезным для вас. Напоминаю вам, что если вы хотите узнать что-то о функционале сайта chess.com, оставляйте обязательно свои комментарии под этим видео, чтобы мы вместе смогли ответить на ваши вопросы. До скорых встреч, с вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. Будьте здоровы!